Всем привет, Пико, обжора. Привет, сукон. Такой диалог мы привыкли слышать в американских фильмах, но для этих людей из Владивостока это суровая реальность. Фамилии и лица они скрывают, но о своей проблеме говорят абсолютно откровенно. Анонимные обжоры не едят, чтобы жить, а живут, чтобы есть. Я пришла на ООП, потому что для меня это был последний шанс. То есть я с самого рождения страдала лишним весом, прям с рождения. И сколько я себя помню, я всегда была толстая. И вот эта жизнь с 11 лет на различных диетах, ну это знаете, люди, которые имеют лишний вес, да, они меня поймут, что это значит. Это, ну так невыносимо было жить. И, наверное, последней каплей была такая ненависть к себе, нежелание жить вообще. Для Виктории, как и для всех, кто приходит на собрание анонимных обжор, еда – наркотик. Диета и спорт здесь – не спасение. Парадокс, но в этой ситуации помогают такие же зависимые. Вместе они проходят 12 шагов специальной программы, которую два анонимных алкоголика придумали еще в 30-е годы прошлого века. Самое замечательное, что именно наша слабость является залогом успеха этой программы. Не сила, а слабость связывает нас друг с другом с высшей силой и дает нам возможность делать то, на что мы не способны в одиночку. Спонсоры или наставники – так здесь называют тех, кому уже удалось справиться со своей зависимостью и помогают тем, кто только пришел. Такой человек спас и Надю. Группу «Парус надежды» она случайно нашла в интернете и сразу пришла на собрание. С лишним весом девушка боролась всю жизнь, но после первых родов ситуация стала критичной. Когда узнала, что из-за лишних килограммов не сможет забеременеть во второй раз, за спасением пошла к анонимным обжорам. Месяцев 7, наверное, назад я первый раз пришла на группу. Сейчас у меня какие результаты? Я сейчас закончила четвертый шаг, это очень глубокий анализ своих эмоциональных отношений с другими людьми. Я уже 100 дней нахожусь в воздержании от компульсивного переедания. Что это значит? Значит, что я каждый день пишу план еды, что я буду кушать сегодня, в каком объеме. Я это отправляю своему наставнику, чтобы она мне утвердила, да, все в порядке, потому что я могу себе придумать, что я могу там съесть лишнего, и все будет в порядке. Вот, то есть тут нужно сильно не надеяться на себя, а позволить другим людям помочь тебе, и желающих помочь очень много. Для анонимных обжор сбросить лишние килограммы не главная цель. Они пытаются избавить от более серьезных психологических проблем, которые привыкли заедать, и ожирение – следствие серьезных стрессов и расстройств. Здесь еще вмешивается очень важный момент, что они не могут совладать не только с пищей, но и с восприятием самого себя. Восприятием себя, восприятием своей как бы дефектности, какой-то вот минус характеристики. Может быть, характеристик негативных очень много у этих людей, и они разнообразные. И вот за этой булимией как раз и стоят эти эмоциональные и когнитивные расстройства. Психологи против таких анонимных собраний ничего не имеют, ведь со статистикой нужно бороться. Ожирением в России сегодня страдают 30% людей. Среди самых толстых стран она занимает 19-е место. В большинстве случаев причина ожирения – обжорство или булимия. И чтобы не пропасть под тяжестью лишнего веса, нужно прежде всего признать свою зависимость. Анна Бережная, Андрей Макаров, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.